Три соревновательных дня и целый список мероприятий. Региональный чемпионат WorldSkills впервые проходит в нашем городе. WorldSkills – это международное движение, призванное повысить престиж различных специальностей. Его участники – молодые профессионалы, которые соревнуются в мастерстве. Это единая система актуальных современных требований к подготовке специалистов. Есть единые требования, которые приняты во всем мире. И система дошкольного воспитания – это все-таки ноу-хау России. Компетенций или, проще говоря, профессий, в которых соревнуются молодые специалисты, в рамках чемпионата много. В нем участвуют и парикмахеры, и строители, и электрики. Всего в эти дни в Кировской области работает 11 различных площадок. Чемпионат для будущих воспитателей прежде проходил на базе ВИАДГУ. Однако сейчас, по правилам конкурса, там могут конкурировать только студенты вузов. Поэтому средние профессиональные образовательные учреждения создали свою площадку на базе Слободского педколледжа. Из бюджета области для этих целей были выделены средства – 1 миллион 600 тысяч рублей. Педагоги колледжа приобретенное оборудование считают и вовсе бесценным. После окончания состязания они будут использовать его для занятий со студентами. Здесь есть настоящие технические диковинки – от мобильного планетария до световой песочницы. Если раньше я встречалась с вопросом, почему мы должны учить на таком суперсовременном оборудовании, которого нет в детских садах, то жизнь ответила на этот вопрос. Детские сады построены, и они как раз оснащены современным оборудованием. Как минимум, это документ-камера, это интерактивные панели, интерактивные кубы. Всего в компетенции «Дошкольное воспитание» в этом году соревнуются 6 человек. Конкурсантки проводят занятия в роли дошкольников – волонтеры. Оценивают молодых профессионалов-эксперты. Чемпионат открыт, и это значит, что прийти и посмотреть на выступление может любой желающий. Очень волновались, когда все это начиналось, когда все организовывали. Было потрачено очень много сил, с девочками много тренировались. И сегодня мы, как тренеры, мы, как организаторы, мы очень довольны, рады видеть, насколько наши девочки выросли студентки, какие они стали умные, взрослые. Самое-то главное, конечно, для себя отмечаем то, что все участницы сегодня, они продемонстрировали так называемые soft skills, то есть те умения, те навыки, которые необходимы человеку в любой профессии. Это умение презентовать себя, это умение организовать свою работу, умение сконцентрироваться, не обращать внимания на какие-то помехи. Конкурсантки долго и тщательно готовились. Помогали им педагоги, которые в эти дни находятся среди экспертов. Наши педагоги готовили хорошо. Дома мы с вами готовились, конспекты писали и все. Так что, ну, в целом, полезный опыт. И здесь все пригодилось. Думаю, еще пригодится. Педагогом я решила стать вот в девятом классе, когда у нас стала выбирать, куда идти. И мне посоветовала моя руководительница по музыке, потому что у меня интересы совпадают с этой профессией. И она мне посоветовала поступить. И вот четыре года учусь. Не только студенты могут принимать участие в чемпионате WorldSkills. Современные дошкольники тоже вправе осваивать компетенции. Во второй день чемпионата специальная судейская коллегия оценивала воспитанников детского сада «Золотой петушок» в рамках отдельных соревнований BabySkills. Поварское дело ребят увлекло. Маленькие кулинары отвечали на теоретические вопросы, а после готовили бутерброды. Причем практическое задание подчинялось строгим стандартам. Детей оценивали и за соблюдение техники безопасности, и за сервировку стола, и за презентацию блюда. Разрешите мне представить мое блюдо, которое я назвала диетическое, диетическое и очень диетическое. Угощайтесь, пожалуйста, кушайте и никого не слушайте. Раньше таких конкурсов в нашем детском саду не проходило. И, конечно, в рамках образовательного процесса дети знакомятся с профессией повар, но сами играют в сюжетно-ролевые игры, а именно сегодня, побывав мастером этого дела, я думаю, они испытали очень увлекательную и интересную деятельность. Сегодня было очень много нового и интересного как для гостей, так и для членов жюри. Интересно было то, как организовать сам процесс данного конкурса. Интересно было посмотреть, как будут выполнять задания наши дети-участники. Интересно было представление результатов, потому что представить результаты на публике – это получается далеко не у всех. Я приготовила мышку на сырной полянке. Какие правила при готовлении пищи существуют? Нужно надевать всегда фартуки и колпаки. И надо очень хорошо резать овощи. А с каким настроением надо готовить? С веселым. Дома помогаешь маме? Готовите что-нибудь вместе? Да. Расскажи, что, например, что любишь готовить? Пельмени, пюре, чипсы. Идея детского чемпионата настолько пришлась по душе организаторам, что они единодушно решили проводить такие соревнования каждый год и подключить к организации BabySkills другие детские сады. Это поможет детям увереннее ориентироваться в мире профессий и научиться чему-то новому. Награждается после...